Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Помните, две недели назад была убита Дафна Мейера, мать шестерых детей. Несовершеннолетний террорист пришел и так хламнокровно ее убивал. Так вот, после того, как с ним сейчас проходит следствие, он сказал, что на это все повлияло телевизионные передачи, которые идут из Рамалы для детей, детской телевизионной передачи. Именно из Рамалы. Именно из Рамалы. Вот это очень интересно. Из Рамалы, там даже говорится так, там говорится в этих передачах, евреи это безжалостные садисты, которые ежедневно без причины убивают десятки арабских женщин и детей. И там такая есть фотография арабской девочки, она говорит, мои игрушки это камень и винтовка. Ну, что говорить. Я в этом отношении вообще, конечно, поддерживаю господина Либермана. И все его понимают прекрасно. И в том числе и арабы. И они его уважают. Это человек, который может навести порядок. А вот Натаниал говорит, я требую, чтобы международное сообщество прекратило лицеберно закрывать глаза. Это глупости. Международное сообщество только лишь поддержит арабов и будет вместе с ними. Значит, для того, чтобы поставить на место и международное сообщество, и арабов, надо просто сделать то, что надо. Вырубить всех. Вот как в боксе называется вырубишь. Нокаут. Вот и все. Обрубаешь все концы. Кабеля, интернет и денежные дотации. Все. Ничего. Живите сами. Вы хотите автономию. Пожалуйста, вы автономны. Вот и все. Кроме безопасности, кроме армии, которую мы вам не позволим все равно иметь. Так? Которую вы хотите вот сейчас вот все время создать и воспитать из своих малолетних детей. Я чувствую, что люди, слушая меня, думают, куда это он вдруг махнул на политический какой-то там… Объяснение. Да. На авансцену на какую-то такую. Или на экономическую. Или там… А мы ничего не можем сделать. Мы пришли к такому состоянию в Кабале, когда Кабала и наш мир соединились вместе. Наш мир дошел до такой точки, до ручки, что называется, что он нуждается в исправлении, которое может представить ему только наука Кабала. И поэтому Кабала, она сейчас сегодня говорит обо всем, что происходит в мире. То есть это взгляд кабалистический у вас, что нужно жестко, вот так вот обрубить все поставки. Абсолютно четко, да. Это и в Торе сказано. А затем? Когда они убедятся, что мы встали к ним спиной и не желая ничего слушать, тогда они, может быть, по-другому будут с нами обращаться. А как цель наша? Цель… А цель мы должны исправлять. Мы никуда на нее не денемся. То есть мир все равно будет подкрадываться к нам и пытаться уничтожить, и пытаться сделать все, что угодно. Это инстинктивно они делают, потому что считают нас на самом деле врагами, неприятелями, источниками всего зла в мире. И, по сути дела, так оно и есть, как сама Кабала объясняет нам. Значит, мы должны этот корень зла, который в нас существует, наш эгоизм, просто исправить. Мы должны объединиться все вместе, показать этот пример всему народу Израиля, объяснить ему, что это все значит, и придет счастье в наш мир. Всем, для всех народов мира мы станем светом. Вот к этому и надо подойти. Но до тех пор, сейчас, мгновенно, надо именно обрубать это таким образом, одновременно с воспитанием. Продолжение следует...